Американские биолаборатории в Украине разрабатывают оружие против России. Боевая саранча, заразные птицы и биоагенты, которые поражают отдельные нации. Обо всем этом со всей серьезностью говорят высокопоставленные чиновники, силовики и даже президент. Но биолаборатории в Украине действительно существуют. И сегодня мы узнаем, что творится за их закрытыми дверьми. Меня зовут Дарья Ферьян и это программа «Теория заговора». Поехали! В 2020 году пророссийские депутаты Верховной Рады начали продвигать кремлевский миф о том, что в Украине появились секретные лаборатории, которые производят биологическое оружие. Представители Украины и США многократно опровергали эти обвинения, утверждая, что никакое биологическое оружие в Украине не разрабатывается, и американские лаборатории в таких проектах не участвуют. Тогда, в 2020-м, посольство США в Киеве объяснило, что между странами действует программа биологической безопасности. В ее рамках опасные вирусы и токсины хранят в государственных лабораториях Украины. Это нужно, чтобы ученые могли безопасно изучать эти болезни и создавать вакцины. Но российскую пропаганду остановить невозможно. После начала полномасштабной войны конспирологическая теория о биолабораториях стала гораздо сильнее. Российские СМИ запестрились с головками. США признали, что у них есть биолаборатории в Украине. Это якобы сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд во время слушаний в Сенате. Давайте узнаем, что она говорила на самом деле. На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил. То есть, Нуланд пояснила, что в Украине есть обычные биологические исследовательские центры, а не лаборатории по созданию оружия. Тогда же, весной 2022 года, конспирологические теории о биолабораториях начал распространять и Владимир Путин. 16 марта он заявил. На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Наша пропаганда уж очень любит страшилки об украинских биолабораториях и биологическом оружии, и на экспериментах сибирской язвы не останавливается. Другой суперпопулярный миф про боевую саранчу. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мол, в ЛНР нашли ангары с настоящим биологическим оружием, которое использовала Украина для атаки на урожаи. На видео якобы военная шагает по ангару и указывает на останки насекомых, и на полном серьезе заявляет. Вот она, боевая саранча. Крылочки именно вот саранчи. Их тут большое количество, что показывает, что она тут, ну, как бы находилась. Вот небольшое количество на мусоре. Ну, то ли она сгоревшая, то ли что-то с ней. Женщина показывает какую-то бумагу 19-го года, где украинскую бригаду просят перевезти груз из Вашингтонского исследовательского университета в штате Миссури на Луганский рыбкомбинат. По мнению пропаганды, украинские военные работали с американским университетом, чтобы использовать саранчу в военных целях. Якобы военная говорит, что лаборатория университета выводила насекомых и проводила эксперименты на саранче в саперном деле. Что это значит, толковать даже не беремся. А одинаковый размер саранчи, по словам женщины, должен доказывать ее искусственное происхождение. В конце ролика жители Луганщины с забрюренными лицами жалуются на полчища саранчи, которые уничтожили урожай. Вот только этот сюжет выдуман от начала до конца, ведь на видео кузнечики, а не саранча, рассказал журналистам ученый-энтомолог Григорий Попов. Когда такие сюжеты смотрят специалисты, они сильно смеются. Особенно сильно смеются энтомологи, потому что в этом сюжете вместо саранчи эта женщина показывает остатки кузнечиков. На этом можно остановиться сразу. То есть это постановочный сюжет, не имеющий никакого отношения даже к потенциальным возможностям использования саранчи. А что до реальных шансов уничтожить вражеские посевы с помощью саранчи? Эксперт уверен, что на практике это вряд ли получится, ведь управлять полетом саранчи или заставить ее действовать по цели невозможно. Кстати, самый известный кейс использования биологического оружия с применением насекомых – это японско-китайская война 30-х годов прошлого века. Тогда японцы сбрасывали самолетов на Китай чумных блох и мух, зараженных холерой. По некоторым данным, это привело к гибели около полумиллиона человек, больше, чем от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. После войны деятельность секретного подразделения японской армии, которая отвечала за атаку, была скрыта, а многие его участники избежали наказания. Важно помнить, что Япония – островное государство, и все проблемы, которые она создала в Китае, страну не затронули. А российская-украинская граница тянется почти на 2000 километров. Так можно ли научить саранчу уничтожать посевы в той части Луганской области, которую контролирует Россия, а украинскую не трогать? А если в результате боевых действий линия фронта сдвинется, что тогда? Над этой загадкой, как говорится, до сих пор бьются ученые. Помимо Японии, с насекомыми экспериментировали Германия, США и Ирак. Но про такой успех этих операций говорить не приходится. А исследования в этой области официально прекратили в 1972 году, после подписания конвенции о запрете биологического и токсинного оружия. Теперь силы ученых направлены, например, на борьбу с возможными эпидемиями новых заболеваний или вспышками старых. Но российских военных конвенциями не обманешь. И знакомьтесь, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По всей видимости, в Минобороны он отвечает за производство креативного контента. Иначе как назвать его поток конспирологических баек? Так Кириллов обвиняет США и НАТО в разработке биологического оружия на территории Украины, которое будет доставлено в Россию с помощью мигрирующих птиц и летучих мышей. Он также упомянул, что в проекте принимают участие грузинские и американские лаборатории. А после начала войны, по его словам, американцы эвакуировали часть документации из украинских лабораторий, возможно, в Польшу. Кириллов утверждает, что разработка таких биоагентов нацелена на уничтожение отдельных этнических групп. К биогеноциду вернемся в конце ролика, а пока что обсудим птиц. Украинские ученые, конечно, изучают миграцию птиц, как и российские, но никак не для создания оружия. В том числе потому, что птицы ориентируются на инстинкты и естественные ориентиры, звезды и магнитное поле. И ни одна страна не может контролировать их полет. Так что, если увидите журавля, не бойтесь, генерал Кириллов. В марте 2022 года в Минобороны забеспокоились из-за патента США на дрон для распространения зараженных комаров. Уже знакомый нам сказочник генерал Игорь Кириллов заявил, что этот дрон может поражать войска противника без риска для американских солдат. Имеется информация о разработке и патентировании в США технических средств доставки и применении биологического оружия на основе БПЛА. Так, агентством США по патентам и товарным знаком был выдан документ номер 8-967-029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Возможно, вы помните мемы про боевых комаров, которые появились осенью того же года. В октябре про дрон для доставки боевых комаров заговорил уже постпред России в ООН Василий Небензе. Со всей серьезностью он призвал провести международное расследование. В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует заданный на район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника. Конец цитаты. Но вдруг военные переживают не зря? Что там правда за дрон с боевыми комарами? Журналисты проверенной медиа выяснили, что патент на такое устройство действительно существует, он есть в открытом доступе. Правда, принадлежит он частному лицу Калверту С. Милу, а не американским властям. Он вообще на все руки мастер. С 13 по 15 годы он подал множество заявок на различные изобретения. Среди них пена для обездвиживания роботов, пуля, вызывающая инсульт, и пистолет, который залепляет в глаза суперклея. К тому же наличие патента не означает, что дрон уже создан и используется. Тем более нет никаких доказательств связи изобретателя с военными структурами США. Да и любой человек может посмотреть на этот патент онлайн. Согласитесь, секретные разработки в интернет не выложат. А что в реальности? Возможно ли сделать из обычного насекомого боевого солдата? В середине 20 века ученые проводили эксперименты с комарами во многих странах. В США, Канаде, Великобритании и, разумеется, в Советском Союзе. Они сбрасывали незараженных комаров и изучали, как они распространяются и кусают людей. Но ученые выяснили, что комары, как биологическое оружие, малоэффективны. Тем более такие исследования были запрещены конвенцией в 1972 году, как я уже сказала. Тем не менее, Россия борется за свое право докопаться до истины, такой, какой ее видят власти. В ноябре 22-го Совет Безопасности ООН ожидаемо отклонил российскую резолюцию, которая предлагала создать комиссию для расследования деятельности американских биолабораторий в Украине. Так что до загадочных украинских биолабораторий? Что творится в них? В Украине, как и во многих других странах, действительно работают биологические исследовательские центры. Они исследуют патогены. Это микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания у живых существ. Например, вирус COVID-19 – это как раз патоген. Правда, лаборатории точно нельзя назвать американскими, ведь они подконтрольны местному Минздраву. Какова же роль США в этом всем? Давайте разберемся. Список украинских биолабораторий, которые финансировали США, лежит на сайте посольства США в Украине. Вместе с их местоположением, проводимыми исследованиями и источниками финансирования. И эту же информацию используют Минобороны, чтобы клепать фейки. По интернету гуляют карты с биолабораториями, которые раскиданы по всей Украине. Конечно, авторство военных. Хотя все довольно прозрачно. В 2005 году Минздрав Украины и Минобороны США договорились работать вместе, чтобы не допустить распространения технологий и патогенов, которые могут быть использованы для создания биологического оружия. А в 2007 году посол США Уильям Тейлор открыл в Украине новую лабораторию, чтобы укрепить научное сотрудничество между странами. А США передали стране 10 тысяч комплектов защитного снаряжения на сумму 100 тысяч долларов для борьбы с птичьим гриппом. А в рамках программы по сокращению биологических угроз, или BTRP, американцы вложили около 200 миллионов долларов в развитие 46 лабораторий и медучреждений в Украине. Программа направлена на укрепление систем здравоохранения и безопасности в регионе. То есть, чтобы, к примеру, предотвращать вспышки опасных заболеваний. В Украине BTRP поддерживает модернизацию лабораторий, исследование инфекционных заболеваний и программы обучения для улучшения обнаружения и реагирования на заболевания. Также BTRP предоставила Украине 4 мобильные лаборатории для помощи в борьбе с COVID-19. Если вы думаете, что США никогда не инвестировали в российские биолаборатории, то сильно ошибаетесь. После развала Советского Союза наука на постсоветском пространстве переживала не лучшие времена, было сложно получить финансирование, а талантливые ученые массово уезжали с границу. Штаты тогда заключали договоры о сотрудничестве со странами бывшего СССР. И, к несчастью, конспирологов среди них была и Россия. С 90-х вплоть до 2013 года американские власти инвестировали миллионы долларов в российские биолаборатории. Ученые, как и в случае с Украиной, проводили совместные исследования по вопросам опасных патогенов. Но почему-то никто не называл российские биолаборатории американскими. И хотя Россия обвиняет другие страны в разработке химического оружия, она сама нарушает конвенцию, которая прямо запрещает его военное применение. Примеры тому – отравление Сергея Скрипаля и Алексея Навального новичком, причастность к которым Россия отрицает. В первом случае Москва заявляла, что яд могли изготовить за рубежом, а во втором – просто отвергала факт отравления. Украинские биолаборатории так будоражат российские власти, потому что те считают, что на Западе разрабатывают оружие, которое способно выборочно уничтожить именно русских. Именно поэтому, кстати, из России запретили вывоз биоматериалов и генетических тестов. На канале «Царьград» даже вышла программа «Шафран», в которой уверяли, что можно создать оружие по этническому принципу. Возможно ли создание биологического оружия по этническому принципу? Теоретически вполне возможно. Российский биолог Александр Панчин в статье «Делфи» объясняет, что невозможно создать биологическое оружие, нацеленное на одну этническую группу. Генетические маркеры, на которые могли бы воздействовать вирусы, не специфичны для одной нации. Они одинаковы у разных народов – у русских, у украинцев, немцев или французов. Различия в этих маркерах слишком незначительны, чтобы использовать их для создания такого оружия. Во-вторых, даже если создать такое оружие было бы можно, это разрушило бы пропагандистский миф о том, что русские и украинцы – один народ. Иначе получается, что украинские власти разрабатывали бы биологическое оружие против самих себя. Это была программа «Центр досье» о конспирологии, в которой важно разбираться. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики о безумных байках российских властей. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok